доброго всем здоровья популярные песни есть такие строчки улыбка это флаг корабля по улыбке нас встречают но важен не только эстетический компонент здоровые зубы и полость рта это залог общего здоровья человека сегодня в программе о наиболее распространенных проблемах полости рта проблемах кариеса у детей и взрослых современных методах лечения зубов профилактики здоровья органов полости рта заболеваемость в области стоматологии не поддается подсчету по статистике всемирной организации здравоохранения во всем мире 70 процентов детей и 100 процентов взрослых сталкивается с кариозным повреждением зубов заболевания десен обнаруживаются у 40 процентов пациентов в глобальных исследованиях примерно у 40 процентов пожилых людей полностью отсутствуют естественные зубы особенно распространены стоматологические заболевания среди социально неблагополучных групп основной причиной их развития является низкий уровень санитарно-эпидемиологической просвещенности населения и отсутствие навыков элементарные гигиены ротовой полости стоматология одна из самых древних прикладных медицинских наук и в этом ничего нет удивительного ведь зубная боль очень неприятное явление сегодня мы совершим краткий экскурс в историю этой специальности первые попытки лечения зубов люди предпринимали на самой заре развития цивилизации с помощью ритуалов и заклинаний в средние века считалось что удаление и лечение зубов занятие недостойная образованного врача стоматологическая практика перешла в руки цирюльников в россии зубоврачевание начало развиваться в период правления петра первого во время поездок по европе самодержавец освоил эту специальность и впоследствии неоднократно лечил своих придворных царь реформатор в 1710 году официально ввел в обращение звание зубной врач первая русская зубоврачебная школа была основана в 1881 году в санкт-петербурге и уже через несколько лет из нее начали выпускаться квалифицированные специалисты николай алексеевич стоматология древняя наука расскажите о установлении в крыму у нас есть архив в котором есть список зубных врачей эти люди оказывали помощь зубоврачебную тогда 1 января 1900 года там около 150 фамилий вот у меня есть фотография замечательная эта фотография выпуск зубных врачей 1947 года если обратить внимание в 1944 году шла еще война примечательно то что выпуск практически полностью женский мужчины по-видимому были на фронте а насколько сильно изменились методики технологий с тех времен по сегодняшний день до изменились очень сильно вот наглядным примером являются стоматологические установки если их можно так назвать с помощью которых оказывалась помощь жителям крыма вот эта установка она называется прялка это начало прошлого века то есть ей однозначно более ста лет механизма то есть ногой качал долг зубной врач значит усилил это все передавалось на наконечник и с минимальной скоростью рассверливался зуб конечно это было очень больно потому что зуб нагревался и с той поры появился страх у обывателя перед стоматологическим вмешательством вот этого стоматологическая установка это уже сороковые годы двадцатого века здесь уже конечно есть мотор и скорость в несколько десятков раз уже была выше а насколько сильно изменились технологии за последние пять лет именно в государственный свет если мы вернемся в 2014 году то 90 процентов стоматологических установок они были выпущены в советском союзе и самые молодые были датированы 1987 годом то есть это советский период украинского периода практически не было сейчас у нас есть апекс локатор на котором четко видно какой длинный корень как он изогнут наши специалисты они являются ведущими в крыму и ничем не уступают частным клиникам наоборот выгодно отличаются тем что они работают на потоке и практика то есть они в день принимают стабильно 10 12 человек и находятся всегда очень хорошей спортивной форме какие услуги можно получить по омс граждане российской федерации и крыма которые имеют полис обязательного медицинского страхования и гражданство российской федерации практически всю стоматологическую весь спектр стоматологических услуг могут получить бесплатно и эти услуги будут оплачены фондом обязательного медицинского страхования сюда к сожалению не входит ортопедическая помощь и ортодонтическое исправление прикуса с помощью сложных систем брекет систем в частности простейшие аппараты пластиночные тоже оплачивает фонд обязательного медицинского страхования разобраться в вопросах патологии полости рта сегодня нам поможет заведующий лечебно-профилактическим отделением крымского республиканского стоматологического центра врач стоматолог высшей категории антон николаевич кожанов добрый день антон николаевич здравствуйте чем занимаются стоматологи ну всем понемножечку но в основном проблемами полости рта то есть это касательно и твердых тканей и мягких тканей и язык и слизистая все в нашем вот это очень важный момент потому что для многих на стоматолог это человек который а 32 зубах исключительно думает нет конечно же нет прежде всего мы смотрим и на мягкие ткани и на околозубные ткани парадонтологические на слизистые очень важно потому что распространенно стоматологических заболеваний у взрослого населения достигает ста процентов и фактически каждый человек приходит к нам на прием поэтому вопросы он коностороженности и раннего выявления общесоматических заболеваний у стоматологов конечно очень актуально и актуально наверное диспансеризация не только по профилактике сердечно-сосудистых заболевания бронхолегочные системы но и стоматологии то конечно два раза в год обязательно нужно приходить к стоматологу к своему и проходить профилактические осмотры и при необходимости лечения во многих странах антон николаевич прежде чем сесть в кресло к стоматологу в течение 40 45 минут врач-стоматолог гигиенист проводит беседу у нас пока нет такой модели но мы к этому стремимся и в общем-то каждый стоматолог он имеет право и должен наводить порядок проводить обучение гигиене и если надо проводить гигиенические мероприятия в полостерках патологии у детей и у взрослых отличаются ну фактически мало чем отличается то есть основные патологии наши это кариес еще раз повторюсь распространение кариеса достигает 100 процентов взрослых населения даже молочные зубы у шести лет около 20 25 процентах подтверждены кариесу это связано конечно из нашей бедой том плане что количество фтора в воде у нас недостаточно то есть норме она около единицы у нас не достигает и половины необходимого значения поэтому это у нас очень большая проблема кариес одно из наиболее распространенных заболеваний полости рта а визиты к докторам стоматологом порой вызывают дрожь у пациентов но эти времена к счастью уже позади и о том как сегодня лечится кариес в нашем следующем сюжете что такое зубная формула у каждого человека у здорового пациента насчитывается 32 зуба из них у нас восемь резцов на верхней челюсти четыре резца и на нижней челюсти четыре резца также имеются клыки следующие идут по зубной формула клыки 4 2 на верхней челюсти 2 на нижней челюсти затем идут премоляры это малые же относятся к малой жевательной группе зубов также их 48 4 на нижней челюсти 4 на верхней и у нас идет 8 маляров это самые крупные жевательные зубы основные зубы а что же такое кариес кариес это местное поражение зуба которая сопровождается демина демина реализации эмали зуба с последующим образованием кариозной полости самой уже полости которую и может наблюдать пациент какие симптомы могут позволить заподозрить кариес это в первую очередь боль и дискомфорт на термические и химические раздражители такие как сладкая соленая кислая это самые первые звоночки повреждения зуба в домашних условиях не существует лечение кариеса это уже работа специалиста но каждый пациент ответственный за свое здоровье и самое лучшее лечение это профилактика какого методика лечения кариеса в стоматологических поликлиниках когда доктор уже установил правильный окончательный диагноз кариес проводится обезболивание на второй этап конечно же препарирование то есть мы очищаем полностью кариозную полость и в зависимости уже от диагноза выбирается план лечения скажите а сколько живет в среднем пломба каждая пломба должна меняться через шесть-семь лет то есть жизнь пломбы можно сказать семь лет затем даже если пациенту кажется что она стоит идеально это может быть зрительно обманчиво надо подойти к специалисту и уже стоматолог скажет надо менять пломбу или нет местной профилактики относятся средства личной гигиены в первую очередь у каждого пациента дома есть зубная щетка зубная паста также должны обязательно должна обязательно находиться зубная нить флоссы сейчас мы к ней перейдем и обязательно тоже надо иметь ершики еще такой момент зубки мы должны обязательно чистить не меньше пяти минут потому что только с конца третьей минуты начинается лечебно-профилактическое действие зубной пасты скажите можно ли отбеливать зубы и как это лучше делать отбеливать зубы конечно же можно только во первых в первую очередь пациенту должно быть не меньше двадцати пяти лет во вторых отбеливание производится не чаще чем раз в полгода а еще лучше раз в год после отбеливания пациент конечно же первый вопрос сколько продлится эффект белых зубов все зависит от того как под данный пациент ухаживает за своими зубами насколько часто он употребляет кофе черный чай красное вино это все влияет на цвет зубов как он чистить зубки как он за ними следит курит он и или не курит это все влияет на последующий эффект отбеливания то есть ну примерно это можно такую процедуру делать раз в полгода ну или раз в год несмотря на то что полость рта довольно небольшая анатомическая структура тема лечения и профилактики стоматологических заболеваний очень обширно поэтому с нашим гостем антон николаевич мкожановым сегодня мы не прощаемся встретимся на следующей неделе ухаживайте за своими зубами друзья и пожалуйста будьте здоровы